Всем вот культ привет. Мишенька, а снимает нас Данил Мусатов. И он еще будет в кадре, вы не думайте. А где мы в этом снежном царстве находимся? Знаете где? Мы находимся в Бериндиевых полянах на школе Райгородского. Она же Коумбалг. Алка школа. Да, еще у нее есть вирусное название Алка школа. Вот, но это случайное название здесь. Никто его не употребляет. Никогда. Да, вот. И вот точно вчера не употребляли вечером, вот когда не употребляли, это вчера точно. Вот. Так вот, Мишенька здесь был. С раннего, я не знаю, с первого класса. С первого класса. Просто буквально там с первого, второго, третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого. Это у Татьяны Петровны Зориной здесь в июне школа Бериндиева поляны. Я сам здесь был больше тридцати раз, потому что мало того, что я на Бериндиевых несколько раз был, я был на всех поголовно созывах школы Райгородского. Кстати, Дань, ты по-моему тоже, да? Я в прошлый раз пропустил, потому что проболел. А, один. Значит, осталось два человека. Два человека в истории. Я и Райгородский, кто были на всех школах. А я с ним ездил, типа, в третьем классе, как баллас. Да, Мишка приезжал, маленький еще туда. И вот теперь Мишенька дорос до преподавателя школы Райгородского. Сейчас в расписании идет Саватеев, 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 Саватеев. Вот так. Так что здесь просто целый клан, настоящий семейный клан. И в июне мы сюда приедем. Я рассказываю, как резать и вешать. Резать и вешать, да. Линкад. Программирование, да. А я про то, как... Про масонские символы. Цирк или линейка, понимаете? Вот, про построение цирковой линейкой. А вон сейчас на нас бросятся собаки, но они добрые. Они кусаться не будут. Я уже их... Вот сейчас мы сюда вот так заворачиваем. Вот сюда. Это... После аварии, которая произошла с нашим оператором, мы решили его перенести в кадр. Тем более он нам нужен. Потому что главной темой этого новостного ролика служит даже не 23 февраля. Всех с днем мужика, кстати. Поздравляю, да, по этому случаю. А главная тема это интеграл по городу. Это соревнование, которое проходит в одном единственном городе на планете. В городе Майкоп. Четыре раза было очное соревнование. Сейчас Даня расскажет еще про онлайн формат. Четыре очных соревнования. Я участвовал во всех. Победил в двух из них. В двух победить не сумел. Расскажи, что это такое. Так, давайте я немножко расскажу. Значит, интеграл по городу. Это что-то среднее между бегущим городом и Олимпиадой по математике. Значит, это такой квест, где вам нужно ходить по городу и искать какие-то точки. И на каждой точке есть, на самом деле, два задания. Первое задание обычно, где вам нужно что-то найти, что-то посчитать, что-то переписать и так далее. А вот второе задание – это математическая задачка, для которой нужно найти данные прямо на месте. Кроме очного формата в Майкопе, конечно, если кто-то приехать, мы всех ждем. Есть онлайн формат, где то же самое нужно сделать на панорамах в Яндекс.Картах или в каком-то еще источнике. Сидишь там толстый такой, пьешь пиво, бегать не надо, значит, у телевизора смотришь там передачи какие-нибудь эти пропагандистские и решаешь задачи, да, бегущего города. Вот такой онлайн формат, да. Да, почти. Да. В принципе, участие в этом соревновании платное. И стоит 961 рубль с команды от одного до шести человек. Это, кстати, очень интересное число. 961 – это квадрат, а если наоборот цифры переставить, то тоже квадрат будет 169. Причем 961 – это 31 в квадрате, а 169 – это 13 в квадрате. 31 и 13 тоже получается переворотом. Но к вам это отношение не имеет. Почему? Потому что мы вам сейчас дадим задачку, которую, если вы решите, то вы узнаете промо-код, который даст бесплатное участие. Давайте посмотрим на пример задания прямо здесь, в Бериндеевых полянах. Это вот эта вот стела с солнышком. Вот представь, что прямо сейчас интеграл по городу. Да. И для этой стелы будет два задания. Первое – это посчитать, сколько тут видно лучей у солнца. Вот. Ну, может, легко посчитать. Я надеюсь, что видно. Видно-видно. Нет, отсюда видно, да. Ага. С той стороны не видно. А второе – математическое. Значит, смотрите. Я сейчас скажу словами, еще в описании будет текстом. Во-первых, представим, что внизу тоже есть луч недостающий. Да, там где-то солнышко приделано к столбу. Там тоже есть лучи. Вот. Кроме того, значит, видно, что вот там лучи неподряд. Друг в другом небольшие промежутки есть между лучами. Вот. Да. Теперь представим следующее. Что все это симметрично, да? Что все лучи одинаковые и промежутки между ними одинаковые. Дальше что? Радиус этого солнышка – это один. Одна единица. От центра до кончика луча – полтора. И при этом кусочек дуги, который внутри луча, в два раза больше, чем кусочек дуги между лучами. Жесть. Да, вот так вот. Ну, это все будет написано на картинке. Да, это все будет написано. И что надо найти? Вот. Нужно из этих данных найти площадь солнышка. И, внимание, промокод – это первые десять цифр после запятой в ответе. Первые десять цифр? Первые десять цифр после запятой. И с округлением, я. Не учитывая округление, правильно? Не, ну, одиннадцатый округляется. А, все-таки округляется к больше. С округлением или с отбрасыванием нижней части? Если одиннадцатая цифра – восемь, то нужно написать не десятую цифру настоящей записи, а десятую плюс один. Да, давайте с округлением. Да, с округлением к ближайшему. К ближайшему часу. Ну, если три, то… Ну, да, да. Все, как всегда. Если восемь, то вверх. Спрашивай глупый вопрос, что делать, если получится ровно половина, мы, конечно же, не будем. Ну, да, надеюсь, что… Ну, это будет иррациональное число, но это ровно половина не получится. Ну, вот это, собственно, главная новость. Но это не все новости. Сейчас я вам зачитаю еще некоторое количество новостей. февральских. Но для этого мне хочется залезть туда, где сейчас собака. Пойдемте туда. Пойдемте. Пойдемте, дубль два. Будет или нет? Мы тут в снегах купаемся. Это берегиевые поляны. Снежная царство. Новость номер два. Я прошел сто километров за один день. Прошел снова и снова, год за годом. Семь лет подряд уже хожу. Прошел с трудом большим. 14 часов 13 минут. Описание в описании. Как это было и моя жуткая фотка на финише со страшной харей. Вот, дальше вышло много коллабов. Я еще раз всех призываю посмотреть коллаб. О, коллаб, который называется «А как ответишь ты?». Очень содержательно получилось все. А просмотров мало, жалко. Надо, чтобы все смотрели. Да, вот так вот. Так, значит, с Вовой Зубковым мы обсуждали, какие математические учебники и программы для детей. Тоже обратите внимание. От меня собака грызет. Так, видео про тополодию. Как... Мама. Так, собака мешает, да. Как развязать розетку из-под палки. Шикарное видео в описании. Так, коллабы с Бояршиновым, Соломиным, Хованским. И, наконец, несколько будущих гастролей. Которые я... На которые я всех зову. Набережные Челны, 1 марта. Кавказская мат-олимпиада, соответственно, с интегралом по городу. Там я тоже лекцию читаю. 11-12 марта. 17 марта две школы. 1535 и 179. Но это... Там нельзя будет, скорее всего, войти извне. Хотя, может и можно в 179. Посмотрим. В общем, в один день две лекции будет. Сарове будет. Вы не ждите Сарова. 22-23. Твери, 28 марта. Петрозаводск, 29 марта. Полоск, 6 апреля. Зарайск, 10 апреля. Челны и Казань, 26-27 апреля. Вятская Ярославская область и 19 мая. Это лишь из того, что я вспомнил. А так, следите за всем этим на ВК. Ого, солнышко. На нашем сайте ВКонтакте. Ой, на страничке ВКонтакте. Маткульт, привет! С гигантской джамалунгом и снега. На которой я стою. Из Бериндеевых полян! Ого! 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 С гигантской джамалунг.